МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Вестнике Северодвинска. Дорожное сообщение с Архангельском оказалось под угрозой. Пять судов повредили автомобильный мост. Вывести мусор и заправить газ станет невозможно. Закрыть въезд к грузовикам предлагают горожане. Парк уничтожает тополя. Деревья представляют опасность для катания на аттракционах. Кухня трещит по швам. На голову северодвинца падает потолок. Из-за сильного шторма дорожное сообщение Северодвинска-Архангельска оказалось под угрозой. Здравствуйте. В прямом эфире вы смотрите Вестник Северодвинска. В студии Мария Анищук. Пять судов, ожидающие утилизацию, накануне отправились в свободное плавание. Сильным ветром и течением от причала судоремонтного завода Лайский док сухогрузы прибило к автомобильному мосту через реку Лая. У него сильно повреждено лейерное ограждение и тротуар. Несущие опоры также пострадали. Их исследуют специалисты. С места событий Марина Хохлова. Единственный путь, соединяющий Северодвинский областной центр, может оказаться под угрозой. Судоремонтный завод Лайский док в одночасье потерял пять кораблей. Словно магнитом их притянуло к автомобильному мосту. Сейчас движение здесь перекрыто. Списанный в 2013 году рыболовецкий траулер и механик Кузнецов первый столкнулся с автомобильным мостом. Следом усилили напор нефтеналивные танкеры «Джамрад Мурманск» и «Ямба Архангельск». Также буксир Василий Кабаков и плавбаза «СКО-5». Центральная опора моста выдержала, но повреждено лейерное ограждение и тротуарная дорожка. Движение восстановили по одной полосе. По предварительным данным специалисты сказали, что мост не поврежден, можно транспорт пропускать через мост. Все службы на месте. Сейчас дополнительные силы и средства мы сюда приглашаем и будем помогать обследовать мост. Ситуация, когда шторм отправляют сюда в свободное плавание, уже не первая. Во время штормов сюда отправились по Лай в 79-м году и в середине 80-х годов в период ледохода. Об этом шторме в Лайском доке были предупреждены. Накануне данного шторма были предприняты дополнительные меры укрепления судов. Тросы были проверены, но, к сожалению, стихия оказалась сильнее и коварднее. Порывы ветра были настолько сильными, что порвало металлические троса и сильное течение снесло караван. Суда возвращали к причалу с помощью двух буксиров. На подмогу из порта Жаровиха к месту происшествия вышли еще два. К вечеру суда вернулись в Лайский док. Автомобильный мост продолжит обследовать специалисты. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов дал указание провести прокурорскую проверку. А добраться до областного центра северодвинцы смогут, как и прежде. Движение по трассе М8 не приостановлено. Марина Хохлова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Воскресный шторм не обошел стороной и наш город. Повалены деревья, поврежденные линии наружного освещения, столбы, строительные ограждения и рекламные щиты. Накануне ветер достиг скорости 32 метра в секунду. Аварийные службы жилищно-коммунальной сферы подготовились к надвигающейся непогоде заранее. Поэтому к ликвидации последствий приступили в тот же день. Шторм повалил 7 деревьев. Повреждены линии наружного освещения на улицах Торцево, от улицы Железнодорожная до Провсоюзной, Ломоносово, от Железнодорожной до проспекта Беломорского и Первомайской, от проспекта Ленина до проспекта Труда. А вот объекты городского хозяйства сильных повреждений не получили. По сравнению с августом, ущерб был намного меньше причинен к городу. Всего лишь 8 деревьев упало. В поселке Белое озеро три световых опоры. Ну и на ряде улиц оборвало линии электропередач. Глава города Михаил Гмырин дал указание в кратчайшие сроки убрать поваленные деревья, восстановить уличное освещение, проверить надежность крепления рекламных конструкций. Кроме того, особое внимание следует уделить крановому оборудованию на стройплощадках, его соответствию всем требованиям. Губернатор рассказал, на что будут потрачены деньги областного бюджета в 2014 году. Соцсфера займет две трети всех расходов. Только на выполнение указов президента по повышению зарплаты бюджетникам уйдет более 5 миллиардов рублей. Почти на 60% увеличиваются расходы на стипендии. 551 миллион рублей планируется потратить на строительство двух школ и восьми детских садов. Более трех миллиардов рублей предусмотрено в бюджете на компенсацию роста тарифов на коммуналку. О других событиях в рубрике «Коротко». Ветераны труда и пенсионеры собираются пикетировать здание областного собрания депутатов. Они возмущены внесенным законопроектом о ликвидации льгот ветеранам труда и родителям, чьи дети не посещают детские сады. 16 октября перед началом сессии областного собрания ветераны-льготники планируют выйти на площадь Ленина в Архангельске с плакатами в руках о недопустимости урезания льгот людям, которые имеют звание и отработали на Севере по 30-50 лет. Люди возмущены тем, что законопроект вносится в спешном порядке и не обсуждался с широкой общественностью. Севмаш и Звездочка получили многомиллиардные госгарантии по кредитам для выполнения гособоронзаказа на сумму более 16 миллиардов рублей. Всего распоряжением правительства выданы 11 госгарантий по кредитам предприятиям оборонно-промышленного комплекса на сумму 46 миллиардов 41 миллион рублей. Госгарантии обеспечивают исполнение обязательств организации ОПК по возврату до 100% суммы кредита, привлекаемого ими для целей реализации гособоронзаказа на основе госконтракта. Эта мера господдержки организации ОПК направлена на реализацию государственной программы вооружения на 2011-20 годы. Еще пять многофункциональных школьных спортивно-игровых площадок для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол могут появиться в Северодвинске. Мэр Михаил Гмэрин направил соответствующее письмо председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру. Там говорится о возможности рассмотреть вопрос выделения Северодвинску 25 миллионов рублей. Напомним, в 2013 году «Газпром» выделил средства на строительство трех многофункциональных спортивных площадок в школах номер 16, номер 19 и Дю США номер 2. Проехать смогут только почтовые грузовики. В администрацию Северодвинска обратились жители сразу нескольких домов с просьбой установить при въезде в их дворы запрещающие знаки. Они против, чтобы на их территории разгружались грузовики с товаром. Однако в ГИБДД говорят, если поставить знаки, то проехать не сможет даже спецтехника, например, мусоровозы. Вот такие запрещающие знаки могут появиться на въездах в некоторые дворы Северодвинска. Ограничить движение большегрузного транспорта решили жители домов, где расположены магазины. Частое появление там грузовиков с товаром и толкнуло людей на такой шаг. Правда, чтобы установить знак, необходимо провести общее собрание собственников жилья. А здесь возникают сложности. Не все считают движение во дворах проблемой. Я, например, считаю, что когда им надо, значит должны тоже уезжать. А иначе как? У них тоже это работа. Тем не менее, в администрацию города за последнее время поступило сразу несколько обращений. Лесная 52 и 54А, Республиканская 34 и Ломоносова 96. Жильцы этих домов не желают мириться с шумом и загазованностью. Однако специалисты комитета ЖКХ предупреждают. По новым правилам въезд во двор перекроют даже спецтранспортом. Собственники, принимая такое решение, должны понимать, что установив этот знак, они ограничивают въезд очень огромному количеству транспорта. В том числе и того, который необходим им для обслуживания их же многоквартирного дома. То есть вывезти мусор или, например, заправить газовые колонки станет невозможно. Прежде, знаков запрещающих въезд грузовиков на внутридворовую территорию в Северодвинске не было и, возможно, не появится, говорят сотрудники ГИБДД. Желание людей установить такой запрет там считают нелогичным. Установить их можно. Но должно быть, во-первых, решение обоснованное. Во-вторых, собственники жилья, то есть лица, которые хотят установить, должны понимать ответственность после установки этих знаков. Установленные знаки, они будут распространяться на всех. Независимо от того, проживает человек или не проживает. То есть приехал он на один раз в этот двор грузовая машина или постоянно ездит. Сейчас, согласно правилам дорожного движения, остановка и стоянка грузовиков массой более 3,5 тонн во дворах запрещена. А значит, и устанавливать дополнительные знаки, считают в ГИБДД, не обязательно. Пока ни одно из обращений граждан не удовлетворили. Сергей Курбан, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Горы поваленных деревьев и десятки пней. Пустынным стал Северодвинский парк культуры и отдыха. Причина далеко не ураган. Вырубить 250 тополей необходимо сотрудникам парка по наставлению Роспотребнадзора. Деревья создают угрозу для посетителей. Таким опустевшим и безлюдным кажется Северодвинский парк аттракционов. Все из-за массовой вырубки тополей. Более 250 деревьев необходимо убрать сотрудникам парка. Парк культуры имеет предписание Роспотребнадзора по удалению аварийных деревьев. Все деревья отмечены Роспотребнадзором. Их количество более 250. В связи с этим мы ежегодно, периодически удаляем определенное количество деревьев. Тополя живут около 70 лет. Если их вовремя не срубить, это закончится плачевно. К примеру, после вчерашнего урагана на территории парка повалило 4 тополя. Один из них упал прямо на тортуар. Поэтому, чтобы обезопасить посетителей парка, деревья решено вырубить. Срубленные деревья распиливают на части и возят на полигон твердых бытовых отходов. Однако такая процедура не дешевая. Одна машина стоит около 2,5 тысяч рублей. Поэтому к помощи сотрудники парка привлекают жители Северодвинска. Вместо старых деревьев сотрудники парка закупают саженцы. На территории посажено уже около 350 новых деревьев. Это ель, барбарис, можжевельник и редкая для наших мест туя. Кстати, последняя впервые так массово посажена в городе. Эти деревья зарекомендовали себя в северных условиях, в других городах. Поэтому при озеленении парка выбраны именно эти породы. В парке есть возможность ухаживать за деревьями. Цель – создать видовое разнообразие в парке, потому что это все-таки место отдыха горожан. Сотрудники парка отмечают – уже появились нечистые на руку граждане. Ночью выкапывают саженцы и увозят на дачу. Цена одного доходит до 2000 рублей. Парк культуры и отдыха призывает северодвинцев не вредить, а поучаствовать в озеленении территории. Дмитрий Ефимов, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Сначала появились трещины, а потом обвалился потолок. В такой ситуации оказался 76-летний северодвинец. После долгого пребывания на дачу он вернулся в городскую квартиру и не поверил своим глазам. Потолок провис и может в любой момент обрушиться на газовую трубу. А на его кухне могут оказаться соседи сверху. Я приехал с дачи, две недели не было. Были трещины, а потом уехал на два или на три дня. По приезду с дачи дома Леониду Аврамовичу ждал сюрприз. Обвалился потолок на кухне. Мужчина обратился за помощью к друзьям-строителям. Те, увидев картину обрушения, не решились браться за ремонт потолка. Мужчине пришлось соорудить вот такую подпирающую конструкцию. Потому что видите, как оно все страшно просто. Я вот это все во всякий случай подпер, потому что если все полетит, значит тут газ накроется. Взрыв может быть. Теперь пенсионер даже не может приготовить еду. Соседи сверху боятся провалиться. Леонид Аврамович решил обратиться за помощью в управляющую компанию. Специалисты пояснили, дом на индустриальной 51 старый и такое возможно. Однако главная причина – это деревянные перекрытия потолка. Там есть несущие стены. Вот эти монолитные, как говорится, направляющие, вот самые шелки, на них идет опора балок деревянных. А к балкам накат подшивается. Вот где-то, значит, одна балка потеряла вид на опору, а на нее опирается черепной брусок, по черепному. Вот деревянный накат, доски. То есть одна из деревянных балок попросту могла сгнить. Уже завтра управляющая компания установит новые подпорки. После этого сделают смету и оценят ущерб. Вынесем вопрос, или собрание собственника будет проведено, может быть, собственники дома проголосуют в счет средств текущего ремонта, или будет обращение в администрацию города о выделении из муниципального бюджета средств на ремонт. То есть делать ремонт только за свой счет Леониду Аврамовичу не придется. А пока питаться приходится готовой пищей из магазина и ждать заключения специалистов и решения собственников. Дмитрий Фимов, Семен Тарасов, Вестник, Северодвинска. Предлагать темы для сюжетов можете и вы. Поделиться с журналистами наболевшими проблемами можно в группе ТРК Северодвинск в социальной сети ВКонтакте или на сайте северодвинск.тв. Кроме того, в интернете вы найдете самые последние события нашего города и области. В этот день только 170 лет назад впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона. Произошло это на примере спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. А первый раз в качестве свадебного марш Мендельсона прозвучал через 4 года. Однако широкую популярность он приобрел через 15 лет после исполнения на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы. Чем запомнится день завтрашний, спросим у дежурного небесной канцелярии Антона Чехова. Здравствуй, Антон. Здравствуй, Мария. Снег порадует северодвинцев во вторник. Небесную канцелярию смотрите сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Одна шуба – это 55 норок или 170 шиншилл. Зоозащитники проведут антимеховой марш. Автоподжоги продолжаются. За выходные в городе сгорели три автомобиля. Мастер-класс и марш-пробег. В ЦК ОМ состоялся день красоты и здоровья груди. О метео и астропрогнозах расскажет вам небесная канцелярия. Вас приветствует наш спонсор – шинный центр «Вианор». 15 октября, по данным Гизметео, в Северодвинске ночью ожидается 1 градус тепла. Днем слабик термометра поднимется до отметки плюс 4. Пасмурно, небольшой снег с дождем. Ветер западный к вечеру сменится на северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится. И к вечеру составит 744 миллиметра ртутного столба. В этот день, по словам астрологов, влияние негативных эмоций будет достаточно сильным. Но постепенно ситуация стабилизируется. Удастся найти общий язык со старшими родственниками. Можно наладить отношения с влиятельными людьми. Возможны многообещающие и романтические знакомства. Неплохо пройдут свидания. А безопасность в пасмурную погоду вам подарит наш спонсор – шинный центр «Вианор». Погода меняется, и самое время задуматься о смене резины. Шины и диски от компании «Вианор». Стандарт качества и надежности. «Вианор» – лучший выбор, отличный сервис. Хорошего вечера и до свидания. Зимняя и летняя резина «Нокиан», а также широчайший выбор литых дисков теперь и в Северодвинске. Ждем вас в шинном центре «Вианор». Тепличный проезд 4, второй этаж. Звоните 56 80 50. А теперь шинный центр «Вианор» – это еще и современный шиномонтаж с передовым оборудованием и опытным персоналом. Шинный центр «Вианор». Ощути профессиональный подход к продаже шин. Стоматологический центр «Новодент» «Ломоносово 100» предлагает все виды лечения и реставрации зубов новейшими технологиями и материалами. Выполним как съемное, так и несъемное протезирование зубов. «Новодент» – качество гарантируем. А вот же, вот же люди, а я приличную мягкую мебель купить не могу. Ты кредит возьми. Да кто же мне даст? У меня официально-то мне малка. Про-бизнес-банк может дать. Мы учитываем как официальный, так и дополнительный доход. 53 95 95. Есть новости. Звони. Горячие линии телерадиокомпании «Северодвинск». В эфире «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. Одна шуба – это 18 лисиц, 55 норок или 170 шиншилл. Привлечь внимание северодвинцев к жестокому обращению с этими животными решили зоозащитники. В воскресенье они проведут антимеховой марш. Подобных акций не было ни в нашем городе, ни в стране. Отдельно их организовывали в Петербурге и в Москве. А в воскресенье 20 октября против меха выступят 40 городов нашей страны. Эти видеоролики, снятые на зверофермах в разных уголках страны, побудили зоозащитников из 40 городов России выйти на улицы. Ежегодно из-за любви людей к натуральному меху погибает 10 миллионов животных. Мучительно не только их смерть, но и короткая жизнь. Условия содержания этих животных приводят зоозащитников в ужас. Норки, песцы, лисы, они живут в клетках, не имеют возможности рыть норки, не имеют возможности бегать, как в природе, плавать, как норки, они же водоплавающие животные. И они занимаются каннибализмом, сами себе наносят раны, гниют заживо. Цель акции – постараться убедить северодвинцев носить шубы из альтернативных натуральному меху материалом. Изначально антимеховой марш в нашем городе должен был стать настоящим маршем, но ограничиться пикетом, чтобы не доставлять неудобства автомобилистам. Пикет состоится у парковки ЦУМа 20 октября с 14 до 17.00. Присоединиться может любой желающий. Кстати, место выбрано не случайно. Именно на Ломоносово сосредоточено огромное количество меховых отделов. Против продавцов меха Норки, Соболя и Лисы выступают не только зоозащитники. Зачастую о дорогостоящей покупке жалеют и покупатели. Ведь нередко изделие ценой в сотни тысяч рублей расходится по швам и протирается. На этой неделе мы решили составить антирейтинг меховых салонов Северодвинска. На суд мы представляем 7 крупных салонов меха, но зрители могут этот список дополнить в комментариях к опросу. А также не забудьте рассказать о причинах недовольства. Сделать это можно в группе ТРК Северодвинск в социальной сети ВКонтакте. Результаты голосования мы огласим в итоговом выпуске Вестника Северодвинска в субботу. Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летней Архангела Городки. Школьница запустила в свой подъезд пьяного мужчину. Ночью она вышла из квартиры и обнаружила, что гость справил нужду на лестнице. Подозреваемая попыталась его прогнать, но тот отреагировал агрессивно. Девочка вернулась домой, взяла кухонный нож и пригрозила им незнакомцу. После мужчину ударил несовершеннолетнюю по лицу, а та в ответ нанесла удар ножом в грудную клетку. О происшествиях в Северодвинске в рубрике «Протокол». В минувшие выходные жители Советской 33 в полвторого ночи проснулись от гула пожарных машин и пламени. Во дворе их дома на неохраняемой стоянке одновременно горело три автомобиля. Очаг возгорания зафиксировали в моторном отсеке и салоне «Газели». Так как автомобиль находился на передаче, включенной в транспортном положении, то есть когда произошло замыкание проводки в моторном отсеке, автомобиль начал двигаться. Он отъехал от своей стоянки метров на 10. В это время уже огонь интенсивно распространился на автомобиль «Фольксваген Кадни», и от которого уже пострадала «Приора». На месте происшествия найдена салфетка, пропитанная бензином, и в воздухе стоял запах горючего. Поэтому одной из версий возникновения пожара рассматривается поджог. Поджог, мне кажется, имеет место быть, потому что их растащили. Да, полностью. Тут мотор на технике. По идее, должно было быть наоборот. Сумма ущерба и точная причина пожара устанавливаются. А это кадры с видеорегистратора. Автомобиль «Киеса Рента» двигался по правой полосе по улице Ломоносова. Подъезжая к «Малой труда», не увидел, что с полосы встречного движения во дворы поворачивает «Део Матис». Водитель джипа нажал на тормоза, но расстояние до малолитражки было слишком мало. В результате аварии никто не пострадал. У обеих машин незначительные повреждения кузова. Дачные дома вновь атакуют грабители. В связи с отсутствием хозяев, неизвестные проникают в дома и завладевают чужим имуществом. Так, на этих выходных владельцы участка в СНТ «Онега» обнаружили, что их дом взломан. Пропали вещи на сумму 51 тысяча рублей. До этого хозяева не появлялись там две недели. Также воры не обошли стороной и СНТ «Север». Путем разбития стекла они проникли в постройку и нанесли ущерб на сумму 4500 рублей. Полиция ведет поиск подозреваемых. В городе продолжается международный месячник борьбы с раком молочной железы. Накануне в ЦК «Оме» организация «Три единства» вместе с женщинами нашего города провели акцию «Розовая ленточка». Все желающие смогли побывать на мастер-классе по самоконтролю за здоровьем груди. А свой протест с заболеванием выразить марш-пробегом по улицам города. Американская киноактриса Анжелина Джоли полностью удалила молочные железы, обезопасив себя от рака груди. Здесь, на дне красоты и здоровья, мамологи объясняют северодвинским женщинам, это не выход. В ЦК «Оме» впервые состоялась акция «Розовая ленточка» в рамках международного месячника борьбы с раком молочной железы. И очень многое зависит от нас с вами, женщин, как мы себя будем вести, наш образ жизни, наше питание. Мы сегодня очень уделяем много внимания этому. И самое главное, еще раз хочу повторить, самообследование молочной железы всего лишь раз в месяц. Начни с себя. С этого начинается диагностика заболевания. Тогда рак груди лечится в 98% случаев. На мастер-классе по самообследованию молочной железы врач общей практики, волонтер организации «Три единства» Диана Малкова пошагово объясняет северодвинкам, как обнаружить хоть малейшие изменения в груди. И приподняв руку, четыре пальчика, начинаем обследовать свою грудь. Очень много трагедий бывает в связи с этим заболеванием. Ну вот у меня дальняя родственница, у нее такая же история была, и в общем-то ее не стало бы. В последние дни она очень сожалела о том, что не решилась на операцию, но тем не менее вот так. Северодвинки также узнали, что оранжевые продукты друзья женщин. А вот сосиски, сардельки, подсолнечное масло и жареные блюда уже друзья рака. В рамках месячника борьбы с раком груди каждую субботу врачи третьей поликлиники проводят бесплатный осмотр желающих. В минувшую кабинет мамолога посетили 560 женщин. В День красоты и здоровья их пришли поддержать и мужчины. Организация «Три единства» проводит семинары, обучающие, где рассказывают, как предупреждать и как бороться подобным дугам. Мы, конечно же, тоже посвящаемся, потому что такая беда, она может коснуться кого угодно. Завершился День красоты и здоровья праздничным мероприятием у Центрального универмага. До него марш пробегом добрались женщины из клуба скандинавской ходьбы. Присоединилась общественная организация «Я самость». А «Три единства» вновь приглашает женщин, перенесших мастопатию в группу «Самопомощи». Марина Хохлова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Внимание! 15 и 16 октября в Центре культуры и общественных мероприятий в городе Северодвинск и известные меха с севера. Только у нас. Шубки на любой вкус. Ощутите уют и тепло вместе с нами. Сенсация! Шубки из норки от 49 500 рублей. Успей купить! Северпроф. Натяжные потолки любой сложности. Простые и многоуровневые, глянцевые, матовые, сатиновые. Низкие цены. Гарантия 10 лет. Акции. Скидки. Шубы и изделия из меха. 14 и 15 октября в НТЦ «Звездочка». С 10 до 19 часов. Спецпредложения. Подарки. Цены в топку! Архпромкомплект к зиме готов! Максимальные скидки на отопительные печи длительного горения проверенных марок «Клондайк» и «Профессор Бутаков». Во всех магазинах «Архпромкомплект». Есть новости. Звони. Горячие линии телерадиокомпании «Северодвинск». 8 960 004 07 67. Билайн. 8 911 5 50 30 08. МТС. Городской номер 50 30 08. Телевидение твоего города. Телерадиокомпания «Северодвинск». Вестник «Северодвинск» о спорте. В минувшие выходные в шведских городах Сандвикен и Юздаль прошел 41-й клубный чемпионат мира по русскому хоккею. После 8-летнего перерыва в столь престижных соревнованиях принимала участие архангельская команда «Водник». Дружина из столицы Поморья попала в группу с красноярскими «Енисеем» и двумя шведскими клубами «Вилла» и «Вестерос». Первым соперником нашей команды стал «Енисей». Сибиряки были фаворитами встречи и заслуженно выиграли со счетом 3-1. В оставшихся матчах группового этапа нашим землякам необходимо было выигрывать лидеров шведского хоккея. Перед матчем с «Вестеросом» специалисты называли наш клуб аутсайдером. Но, к удивлению многих, «Водник» одержал победу над «Грозным» соперником со счетом 5-2. Направили только на победу. Спасибо, что-то будем говорить. Молодцы. Старались. Мастерства нам иногда бывает не хватает, но хорошая самоотдача была. Старались выполнять установку, плотно играть, не давать раскатываться. Думаю, что у нас получилось. По скорости мы никому не уступаем. В третьем матче с командой «Вилла» решалась судьба выхода из группы «Желто-зеленых». Несмотря на сильную усталость, хоккеисты «Водника» проявили настоящий характер и выиграли матч со счетом 4-3. Тем самым вошли в восьмерку лучших команд планеты. В четвертьфинале наши хоккеисты потерпели поражение от будущего финалиста Кубка Казанского «Динамо». Несмотря на это поражение, игрой своих подопечных на Кубке мира тренерский штаб остался доволен. Накануне в спортзале «Северфокси» в Маш состоялся финальный матч Кубка ветеранов по мини-футболу. На встречу двух лучших команд последних лет «Беломорца» и «Стройпорта» болельщики устроили настоящий аншлаг. Несмотря на статус ветеранского матча, обе дружины показали очень скоростную игру. Начало встречи прошло с преимуществом ягринцев. Футболисты имели массу моментов, но отличились лишь дважды. «Стройпорт» не хотел сдаваться без боя. Перехватив инициативу, «Белоголубые» ответили тремя забитыми мячами. На перерыв команда ушли при счете 3-2 в пользу «Стройпорта». Второй тайм проходил в жесткой контактной борьбе. Обе команды имели голевые моменты. Под занавес матча «Стройпорту» удалось забить четвертый мяч. На то, чтобы отыграться, у «Беломорца» не хватило ни сил, ни времени. 4-2 тяжелую победу в Кубке ветеранов по мини-футболу одержала команда «Стройпорт». Ну а в конце декабря болельщики вновь смогут насладиться противостоянием этих команд в матче за Суперкубок среди ветеранов. А на сегодня это все новости о событиях вторника. Узнаем завтра, но не переключайтесь. Смотрите кадры шторма без комментариев. Обо всем интересном, что происходит рядом, пишите нам. Телефон для самосообщений 8-911-550-3008. Или звоните номер 50-3008. А я с вами прощаюсь. Смотрите нас и обо всем узнаете первыми. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Компания Слав Авто. Автозапчасти для иномарок по низким ценам. Приглашаем автосервисы к сотрудничеству. Слав Авто. Ждем вас по адресу. Первомайская, 18. Есть новости? Звони. Горячие линии телерадиокомпании Северодвинск. 8-960-004-07-67. Билайн. 8-911-5-50-30-08. МТС. Городской номер 50-30-08. Телевидение твоего города. Телерадиокомпания Северодвинск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новый комфортный, проходимый, вместительный УАЗ. Патриот. И только до конца актеря. Выгода до 70 тысяч рублей. Автосалон АТМ. Архангельск. Павло УСВ-6. Во вторник, 15 октября, в Северодвинске ожидается ветер юго-западный и западный с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составить 744 миллиметра ртутного столба. Пасмурно, снег и дождь. Тип погоды третий неблагоприятный. Температура ночью плюс один, плюс два, днем от трех до четырех градусов выше нуля. Спонсор прогноза погоды автосалон АТМ. Автосалон АТМ предлагает новый комфортный УАЗ Патриот. Только до конца октября выгода до 70 тысяч рублей. Автосалон АТМ. Архангельск. Павло УСВ-6. Павло УСВ-6.